здрасте дорогая публика у нас тут сегодня разговор о том как нехорошо болеть вот дмитрий геннадьевич круглых он кстати выпускник мгу философ автора ведущий канала философское мнение но он у нас выступает как человек который попал в больницу вы по моему даже были госпитализированы да да и вот значит он поделился но вообще-то конечно взрослый человек он с врачами сталкивался уже и раньше но раньше это было еще до пандемии а вот сейчас как на какой отпечаток на врачей наложила вот это вот пандемии собственно как на военном положении все ведь находятся да война с этим значит вирусом пришедшим к нам из китая вот и вот значит я так понимаю что что-то ему не во врачах какие-то новые вещи появились да дмитрий геннадь да еще лена борисовна бояршина моя дочь и тоже выпускница философского факультета мгл пожалуйста дмитрий геннадь вот но собственно говоря ситуация была достаточно относительно веселая а вот потому что я наверно буду никак там философ сейчас выступать и так далее а просто как пациент который как разгневанный пациент ну да как можно назвать окей разгневанный пациент а и так далее потому что я понимаю что пандемия сделала на самом деле очень неплохую вещь и так система здравоохранения которая до этого дышала в принципе наладом даже в принципе в москве а ситуация происходит в москве и в одной из крупных и лучших больниц города москвы не будем нет нет не будет одна из крупных и до к вида это считалось одной из хороших мест начнем с самого веселого потому что мне поплохело ночью то есть четыре часа утра но я думаю что могу сказать такую подробность что у меня вырвало кровью вот тут я понял что аппарата вызывать вообще скорую так на секундочку вот пора вызывать скорую приезжает скорая меня еще при них тоже вырвало в принципе да то есть это то что называется вырваться кофейной гущей то есть я уже вот этот термин то есть это вот кофейной гущей то есть а если вдруг у вас вас начинает рвать кофейной гущей то сразу вызываете скорую вот это у вас внутреннее кровотечение это прямое показание госпитализации стационар да и очень странное поведение медсестер не медсестер а скорого до фельдшеров скорой помощи потому что они мне уже ставят они говорят так готовьте сейчас будут госпитализировать они мне ставят катетер в вену то все и тут видимо то ли они кому-то звонят то ли еще что то у них начинается а паника потому что они такие нет мы вас не повезем вот завтра с утра вызовите врача а вот мы вас вообще-то никуда везти не будем у вас все хорошо вот как бы ну а я как бы ну пока в этой ситуации еще не особо то понимаю то есть я как пациент которому страшно да ну как бы окей сказали что как бы ну нормально я на них ориентируюсь как на профессионалов да но естественно да приезжают и так далее то есть но вот эта вот ситуация она меня немножко смутила на утро мы вызвали доктора терапевта приходит такой вот терапевт достаточно молодой очень затюханный уже к видом он карта так а вас не к вид а что вообще делать чего вообще выписывать говорит потому что мы уже настолько вот этих вот каковидных повидали что мы сосредоточены только на этом а вот это болезни кроме к вида да ну вот ничего поешьте детское питание значит обязательно сходите проверьтесь гастроэнтерологу причем но просто такое пожелание а вот и поешьте обязательно овощей и фруктов и и тут у меня как бы человек которого в принципе я знаю что такое гастрит и говорит так ну мне просто удаляли в свое время то есть там опухоль в желудке вот поэтому якобы вот эти диеты я их знаю вот и говорю так простите что здесь у меня уже начинаются сомнения гора что простите поесть свежие фрукты игру мне с них плохо станет говорит а да вам плохо станет ну тогда не ешьте вот детское питание тут я понял что она вот такую бесплатную медицину рассчитывать не особо можно а вот я поскакал да кстати я поскакал сначала в час все все частных клиник где было абсолютно отвратительный гастроэнтеролог то есть вот прям максимально отвратительный из-за того что у меня якобы был рвотный рефлекс он не захотел засовывать трубку в рот прием как бы люди которые делают гастроскопии знают что вообще рвотную флексу гастроскописты есть всегда да у вас что рвотный рефлекс но нет но мы тогда не сделаем вам вот в общем причем это как бы было то есть я в итоге не заплатил потому что услуга не было оказано а вот и я побежал в свою любви ну просто не хотят там свою любимую клинику бежать то что я думаю что они работают вот мне что так стало страшного после этого вот и я быстро позвонил в клинику а у них оказалось в этот день работает и гастроэнтеролог и соответственно эндоскопист вот я поскакал как раз к эндоскописту вот и как раз после этого гастроэнтеролога я вообще доска писту рассказал он там такой очень хороший дяденька очень любит поговорить и он такой говорит знаешь так вот смотрите на с вами сейчас будет три варианта либо у вас было что-то плохое серьезное то есть мы сейчас смотрим и если у вас было что-то плохое что серьезное ну мало ли вы просто рванулись и так далее вот мы вам вызываем скорую прямо отсюда госпитализируем если у вас что-то серьезное второе это то что второй вариант это как бы просто чем-то отравились мы на это смотрим и назначаем курс лечения ну и третий вариант у вас все хорошо просто произошли какие-то сбои мы вас тогда спокойно отпускаем и так далее вот они меня а я же просто я просто понял что я уже не переживу вот без анестезиолога без анестезии вот эта вся история вот то что еще раз что будет засовывать вот то есть я уже готов к гастроскопии то есть я знаю что вот ну я как бы уже ничего не ем уже было определенное время но мне не хочется вот и тут как бы такая история получается что когда я просыпаюсь вот а естественно мне для этого вставили тоже катетер у меня все руки в синяках а вот они такие то есть я еще плохо соображаю но потому что в голове вот это все вещество вот они такие так у нас с вами плохие новости у вас было состоявшиеся кровотечение поэтому мы рекомендуем вас отправить соответственно в стационар и мы сейчас вам вызываем скорую вот и только при скажем так то что вот врачи показали прям справку вот этим вот фельдшером которые приехали то есть они фактически их насильно ему чего чувак чувака сейчас может сдохнуть вы это понимаете то есть они прям говорится понимаете что тукася стохнет а они еще при этом они на меня смотрят и они такие говорят а почему ну то есть я это уже сейчас посидел то есть меня вчера вковали катетер сегодня в кололе катетер они такие а почему у вас руки с никак. Ну, то есть я сразу, я говорю, а тут я сразу, то есть все равно я под наркотой, конечно, но я их сам соображаю. Я говорю, значит так, я преподаватель в ВУЗе. Дмитрий, еще объясните, что это была наркота, что вы, что за нато вам сейчас скажут, что вы отходили от этих... Анестезии. От анестезии, да, естественно. А то вы так скажете, я под наркотой, но это не наркота, это называется бокал шампанского. В анестезии это называется бокал шампанского и действует он около 15 минут. Примерно так. Вот. Ну и, собственно, вот такая вот достаточно веселая история. Хорошо, представим, что ты был наркоман. Что, наркоманов не надо? Ну вот, видимо, и при этом они еще, они такие, ой, а что вы преподаете? То есть они включили интерес. Я говорю, ну вот я преподаю больше 12 предметов. Они такие, а, гуманитарий что ли? Ну, понятно, я думаю. Ну, как бы мне очень хотелось проехаться, ну, как бы у меня не было особо сил с ними вообще вступать в какие-то пления. И это, на самом деле, история. То есть ко мне в первую очередь было такое предвзятое отношение, что я где-то напился, что я какой-то такой клубный тусовщик. Вот в больнице, да, потом уже тоже с... Значит, они меня привезли, на скорую уже все. Меня посадили, вот это вот вся история. Дальше я не совсем знаю, зачем они мне поставили зонт. То есть они мне решили поставить зонт, хотя я им сказал, что я ничего не ел. То есть я говорю, я уже как больше, чем 24 часа вообще уже, в принципе, ничего не ел. Они мне все равно такие поставили зонт. Ой, он и правда ничего не ел. Удивительно, друзья мои. Вот, удивительно и невероятно. Дальше начинается... То есть они такие... А какой зонт-то поставили? Это что такое? Зонт – это такая неприятная штука для того, чтобы очистить верхнюю часть моего организма от остатков еды, если они там оставались. Для того, чтобы гастроскопию можно сделать... Ну, я так понимаю, что... Это в пилудах, да? Да, что это такая вот... Причем, ну, кто знает, трубка – это гораздо больше, чем гастроскопическая трубка. То есть это еще более неприятная. Это довольно прикольно, потому что у нас врачи совершенно не умеют слушать из серии «У меня аллергия на вокаин». Так, мы вам сейчас уколем на вокаин. У меня, кстати, была знакомая, которая умерла, потому что она сказала, ну, сказала, так сказать, у меня аллергия на вокаин, и врач ей вколол на вокаин. Вот, ну, в общем, она такая вот... Ну, как бы ладно, окей, у них есть протокол, может быть, да, действительно, я поел, но им об этом не сказал, мало ли. Вот, окей, есть определенный протокол, согласен. Вот, и тут, значит, то есть у меня вот между этим... То есть это происходило вообще... Это напоминало вообще какой-то СИУР, то есть вот эта вот больница, причем это московская больница, которая вот Москва при Собянине похорошала больницей как-то не особо. Вот, как бы у меня особая любовь к Собянину. Вот. И вот здесь как раз происходит вот та самая история, то есть там какие-то врачи при мне, которые, значит, начинают целоваться с медсестрами. Вот. То есть у них там какая-то любовь. Вот я как бы все понимаю. У меня тоже есть знакомые врачи. Они говорят, мы хотим... То есть они говорят, вот в порно это как-то все преувеличивают. Вот я как бы не понимаю, в чем романтика при мне, которому делают гастроскопию, целоваться там и прочее, прочее. Ну, видимо, определенная романтика тоже есть. То есть я так это... А вы... Я вам хочу сказать, что вы для них не считаетесь человеком. Вы предмет. Во всех вот этих крупных больницах вы предмет, который при этом чему-то разговаривает. У нас недавно был случай в Подмосковье. Фельдшер, врач избил пациентку за то, что она там пришла к нему на пост и попросила то ли обезболивающую, то ли там давление померить. Она лежала в больнице, и ее он, короче, избил. Вот, я завередела. Ну, в общем, да. Вот, ну и в общем... То есть вот это вот все... Целоваться, это, конечно, круто, да? Да, это вот прям вообще было прям мега круто. То есть я так это... Я ценил вот этот вот весь полет, романтики и всего остального. Вот, при этом как бы очень страшно, потому что ты не понимаешь, что происходит, они такие, вас сейчас будет немножко жечь. А это... То есть они там что-то капнули еще, то есть какое-то вещество, я не знаю, что это было. Вот. И меня начало жечь. И я подумал, что они что-то там задели именно этим эндоскопом. То есть вот, ну, конечно, как бы страх такой он есть. И дальше вот последующие уже пять дней, это... Первые два дня я лежал под капельницами, вот, а вторые, ну, вот последующие дни и ко мне никто не подходил. То есть максимум утренний осмотр, мне еще что-то скажут, то есть, а как, ну, вот просто там самочувствие, еще что-то, и мне не говорят, что со мной происходит. Вот, наверное, самое вообще стрёмное во всей этой истории, это что тебе не говорят, что с тобой вообще происходит. То есть ты сидишь вот под капельницами, ты не особо вообще понимаешь, и я понимаю, что... И мне говорят... Да, еще отметим, что все эти дни Дмитрий Геннадьевич ничего не ел вообще. То есть, по-моему, четыре дня ты ничего не ел. Получается, ну, первые два дня я не ел, на третий день не разрешили пить чай. Ой, не чай, естественно, а вот мне разрешили пить компотики. Вот, то есть вот компотики. Я говорю, а что-то еще можно? Они говорят, ну, мы посмотрим, как ваш организм на вот это вот все вообще. И дальше мне уже просто самому приходилось доскакивать до врачей. То есть вот чтобы врач там просто... Мне как взрослому человеку, преподавателю вуза, просто вот окей, ты объясняешь, что со мной произошло, и я как бы... Что у меня вообще там происходит. На последний день, и это как было очень странно, то есть мне сделали УЗИ, то есть я уже на пятый день, то есть я не понимал, что я там делаю особо. Вот, мне никто не говорит, мне зачем-то повторно назначили рентген, груди, вот. А вдруг там ковид, понимаете? А вдруг там ковид затаился. Да, то есть это... И меня отправили на УЗИ, причем я не понимаю, ну окей, вы можете сделать мне УЗИ в самом начале, когда привезли, как бы УЗИ делать вот в последний день, ну как бы не особо вообще... Понятно зачем. Понятно зачем это, да. Вот, ну какая... Ну ладно, окей, может быть я, допустим, что-то не знаю, я не врач, но врача не учился. Вот, окей, сделали... То есть они мне сделали УЗИ и отпустили. То есть я понимаю, что вот я, допустим, поступаю туда, то есть мне нравится вообще логичность. И меня отправляют на все, рентген там и так далее. В этом есть определенная логика. То есть я в этом логику действительно вижу. Пятый день я уже там нахожусь, они такие, ой, вы пойдете на УЗИ, когда меня уже сейчас будут выписывать фактически. То есть мне на пятый день мне обещали выписать. То есть окей, ладно, хорошо, сделали, сделали, как бы хорошо, я согласен. Дальше история как раз... На самом деле вы вышли из больницы, я так понимаю, без диагноза, без лечения нормального. Ну, мне назначили какую-то серию, типа, попейте до нольчика, и вот по-хорошему мне никто ничего вообще не объяснил. То есть, ну, как бы... Да, там в последний день, то есть я когда вот прям нашел врача уже... Гастроскопию там не делали вам. Вот, и при выписке, то есть я уже когда в частную пошел лечиться, клинику, в которой я наблюдаюсь у гастроэнтеролога, я, конечно, так немножко... Да, я говорю, когда меня выписывали, мне не сделали гастроскопию. Она такая, без комментариев, без комментариев. Вот, то есть я понимаю, что это связано не только вот с тем, что... но еще с тем, что просто нехватка рабочих рук. То есть... Я понимаю, что на самом деле сейчас самая большая проблема, что, во-первых, врачи перекинули на COVID, а второй прикол, что у нас проблемы со средним медицинским персоналом, с фельдшерами, медсестрами, их нет. Вот, то есть вот в этом беда. Да, я прошу прощения, перебила. Вот, кстати, вот здесь я могу сказать, что как раз медсестры, вот те, которые действительно попадались, мне они выполняли работу, в принципе, достаточно качественно. Просто единственная проблема, что они обход заканчивали только где-то в 12. Ну, то есть как бы там везде написано, что... И понятно, с чем это связано, потому что и те разговоры, которые я вот, ну, просто слышал, они такие, ну, вообще, ну, как бы всех перекинули тоже на COVID. То есть уменьшилось количество медсестер, да, то есть, ладно, как бы я, то есть я еще не в настолько, да, там, плохом состоянии, но некоторые там лежали, допустим, под катетерами, у них уже были вот эти вот ампулы пустые, им там полчаса, час, никто не подходил и просто это не убирал. Вот, то есть, это надо либо самому, то есть в палате, а я лежал в отделении хирургии, хотя тоже очень странно. Ну, я должен был, наверное, в гастро, в гастро лежать отделение. Вот, ну, в общем... То есть, понимаете, как бы, окей, хирургия – это база, ну, как бы, это база, потому что в хирургии люди попадают с переломами, с аппендицитами, с разрывами стелезенок, то есть это то, что требует... Что, Борис Сергеевич, не попадает? Это в травму попадает. С разрывами стелезенок удалять вам будут его в хирургии. Да, и если у меня происходит, допустим, внутреннее кровотечение, то есть я уже тоже об этом узнал, то мне его, в принципе, по-хорошему могли прижечь. То есть, и это сделали бы тогда в хирургии. То есть, прижечь изнутри и так далее. То есть, тут вся история. Вот, поэтому здесь достаточно такая... Тут какой-то из дней меня уже выписали, и мне что-то опять поплохело. Наутро я вызвал доктора. Вот, приходит такой мальчик, вида вообще чуть ли не лет 20. Вот, видимо, то есть все терапевты уже отсутствуют. вот, и приходит такой мальчик, который говорит о том, что нет, ну, знаете, гастроскопии я вообще не рекомендовал делать. Вы можете сделать УЗИ, посмотреть, есть ли там кровотечение, наверное, вы поймете через УЗИ. Вот, и это, конечно, то есть в этот момент моя какая-то вера вообще врачей в бесплатную медицину, а найду этого... Кстати, можно я добавлю? Вот, когда Борис Сергеевич заболел, был прикол. Значит, я захожу на сайт, запись к врачу по интернету, захожу через интернет, пытаюсь записаться. Вы не приписаны к этой больнице, вы должны прийти в больницу и записаться онлайн. Хорошо, оффлайн, думаю, хорошо, окей, ковид. Позвоню по телефону, смотрю, значит, терапевт, который, терапевт и еще вот этот врач, который приписан к этой территории, болеют, которые ее замещают, болеют. То есть, фактически, если вы чем-то заболели, у вас физически нет возможности получить терапевтическую помощь или быть направленным, например, к какому-то врачу, да, то есть, вот мы не знаем, там, ковид, не ковид и так далее. А второй прикол, я еще могу сказать, не знаю, делали вам мазок на ковид или ковид, ковид-19 или нет, нам делали в платной клинике. И у меня есть такое подозрение, что есть некое такое постановление о платных клиниках не давать определенный показатель ковида. Почему? Я в прошлом году, в этом году, у меня был грипп, Альш-1н1, я очень сильно заболела перед Новым годом, и вот перед Новым годом я поняла, что надо сдать мазок, потому что мне было очень плохо, и я пришла в платную клинику, в эту же, и мне, в общем, спросили меня, не ела ли я ничего, не пила ли я ничего, не сморкалась ли я перед тем, как, значит, вот, ну, пришла к ним, и взяли палочку, и вот буквально этой палочкой достали мне до глаза изнутри, взяли палочку, и палочкой достали там до горла изнутри, положили все это, и через два дня мне пришел результат анализа ПЦР, да, у вас, значит, 1н1, поэтому вам так плохо, а здесь, просто мне вот тут, вокруг носа, вот тут вот сделай, ничего не спросив, горло тоже поцарапали где-то с краю, и более того, у моих знакомых тоже есть интересная история, то, что им брали только изо рта, только из носа, и у меня знакомая, она уехала сейчас в Стамбул, она в России сдавала ПЦР, вообще, ну, то есть вообще мне что-то вот так вот, около, ну, я думаю, как-то странно, она никогда не сдавала, а потом, когда я приехала в Стамбул, мне там до глаз взяли, все как положено, то есть какие-то такие вещи, вот она сдавала, и у меня есть такое ощущение, что фактически у нас есть некое такое, ну, мы что-то не врачи, постановление тоже, ну, молодые, например, ковид не ставить, что, ну, здесь у меня ковид, что я лежала, нет подтвержденного ковида, ко мне врач не приезжает, более того, мне очень понравилось, когда мы пришли вот к доктору, когда с Борисом Сергеевичем, он такой, ну, может, у вас какой-то ковид или вирус, а я говорю, слушайте, мы не выходили 15 дней из дома до того, как эти симптомы начались, я говорю, тоже ходите в магазин, я говорю, мы не ходим в магазин, у нас все доставляют курьер, то есть все, заказывается курьер за несколько дней, он приводит, все, и он был в таком шоке, он не знал, что как бы сказать, он не знал, как бы на что свалить, чтобы, ну, как бы вот не лечить, а тут, Елена Борисовна, я вам даже больше скажу, у меня даже на самом деле история, то есть взяли какой-то мазок, ну, вот просто вот, как зубы почистили, вот, и здесь, на самом деле, такая очень, тоже для меня странная история, вот эти вот медбратья, которые каталки, они просто маску носят, но на подбородке. Ну, возможно, кстати, они переболели в своем роде. Как бы, Елена Борисовна, там просто это было очень массово, ну, то есть вот. Дмитрий Георгиевич, я вам больше хочу сказать, у моих знакомых врачей, они в мае сдали, вся больница сдала, ну, вот эти все тесты на антитела, да, только два человека из больницы, из 350 человек коллектива не болели коронавирусом, по-моему, это там был главврач и главный бухгалтер, все, остальные все болели, то есть, возможно, что они уже болели, а во-вторых, ну, как бы, вот, есть такая тема, да. Вот, ну, то есть, это все равно, когда ты приезжаешь, а я достаточно сильно боюсь коронавируса и так далее, то есть, все время я ходил, да, там, когда надо 4 пары прочитать, допустим, в универе, спасибо, определенный, я во многих универах работаю, но спасибо большое моему университету, который до приказа Запянина заставлял всех преподавателей читать лекции в масках, спасибо вам большое. Вот, вот здесь, конечно, есть вот эта вот большая такая проблема, плюс, да, приходит, короче, мальчик-терапевт, такой говорит, вот я вам назначил УЗИ, все, вот как правило. Вот УЗИ можете там через несколько месяцев, и я, конечно, только уже пошел своему вот в частную клинику, гастроэнтерологу, где гастроэнтеролог говорит, вот так-то и так-то, мы сейчас назначаем вам вот эти вот и вот эти вот лекарства, сейчас через, там, неделю, через две вы еще раз сделаете повторную гастроскопию, посмотрим, как у вас заживает, как у вас не заживает, и так далее, то есть если вы идете на традиционное лечение, да, то есть есть, то есть можно было вот это вот кровотечение прижечь, то есть если бы оно прям было прям активно сильное, и вторая вещь, это если бы, допустим, ну, просто как бы, и традиционное, то есть когда вы кушаете всякое полезное питание, оно само заживает, то есть вот эти вот ссадины, которые начали кровоточить, они сами заживают, и здесь, конечно, плюс походы от поликлиник, где я продлевал свой больничный, там и так далее, впечатление от, конечно, поликлиника, это ад, ад, то есть там в масках, то есть там все пациенты носят маски на подбородке, ну, как бы, вот молодцы. Могу рассказать примеры, у меня вот вчера был день матери, звонил родственник наш, вот мама с ним говорила, у него мама пошла в поликлинику летом, тоже там народ так носил маски, подхватил там коронавирус, заболела, здоровая женщина и умерла, вот понимаете, вот как бы здоровая, ничем не имеющая хронических заболеваний, женщина, которую госпитализировали в больнице, летом еще можно было госпитализироваться в больнице, вот сейчас госпитализироваться в больнице, уже большая проблема. При этом, при всем, в поликлинике из четырех терапевтов работает только один. Ну, потому что три болеют, скорее всего, каунгерцы. Да, 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 Елена Борисовна, да, вот. Либо там в стационаре ухаживать. Либо на вызовах. То есть мы сейчас, да, либо на вызовах, но в любом случае, то есть я понимаю, что те же самые терапевты зашиваются, а в бесплатной поликлинике пойти самому к гастроэнтерологу без терапевта нельзя, то есть там ни к гастроэнтерологу, ни к кому-то еще. выяснили на терапевтов вот эту вот историю. У меня был просто прикол, у меня как-то защемило шею, и мне уже был невролог. У меня уже была эта история. Я прихожу, она говорит, идите к терапевту. Я говорю, девушка, вот у меня МРТ, вот у меня КТ, вот у меня диагноз, мои шеи, мне нужен невролог. То есть в прошлый раз был невролог платный, мне нужен теперь бесплатный. В общем, мы с ней бодались-бодались, но со мной трудно бодаться. Она мне выдала талончик к неврологу. Невролог пришел, да, да, как хорошо, что вы не пошли к терапевту. Сейчас мы все быстренько сделаем маневр вам, и типа все пройдет. И вот все. Это называется уравнение, если к нам хоть кто-то дошел. То есть мне кажется, то есть вот тоже это на самом деле проблема, что вот этих вот самых несчастных терапевтов настолько их загружают, но опять же ненужной работой. Что и как бы вот эти вот бабки, то есть они вынуждены ждать. Допустим, у какой-нибудь бабки проблемы с сердцем. То есть они теперь, чтобы записаться, либо они могут прождать живую очередь часов пять. То есть там вот эти вот очереди. Слава богу, я живу недалеко от своей поликлиники. То есть я спокойно заказал такси, там, ну, вот дома, там минут за пять доехал. Вот заказал такси, все хорошо. Вот. И там через часа три, где-то приехал обратно. Ну, то есть встал в очередь, и через часа три там мое имя назвали. Это живая очередь. То есть у них есть электронная очередь и живая очередь. Вот. И либо если ты бабка, то ты должна выстаивать вот это вот все. А тебя никто, соответственно, к вот этим вот вещам особо… Ну, то есть если у тебя проблемы с сердцем, да, то либо ты должна вот талончик взять и подождать недели-две, пока ты… А сейчас ты довольна история, типа человек умер, вот человек к терапевту, он пришел с сердцем. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Да, поэтому это на самом деле, как мне кажется, ну, не особо кому-то нужно. Вообще какая-то такая история, что я понимаю, что вот эти вот на рецепт, ну, на регистратуре, которые вот сидят в поликлинике, они тоже жутко затюканы вот этим всем. Я просто понимаю, что, во-первых, не хватает просто поликлиник, да, такой вот банальный факт. Не хватает ни поликлиник, ничего остального. Плюс к этому ко всему просто не хватает медицинских рук. При этом, да, как бы я сейчас, ну, там не издевался над теми терапевтами, которые ко мне приходили. Я так понимаю, что, скорее всего, молодые мальчики-студенты, которых запрягли вот этой вот всей работой. Может быть, они бы учились, получали бы знания, но вот, к сожалению, их вот запрягли, и они сейчас вынуждены с неполным образованием бегать по домам. Вот еще вот эта вот вся история. И как бы в моем случае, то есть слава богу, что как бы у меня кровотечения не было вот настолько прям сильным. То есть я так понимаю, что при том, что если бы оно было еще сильнее, то я мог просто окочуриться и так далее. То есть и спасибо большое там вот врачам из частной клиники, которые вот фактически заставили их сделать, потому что, ну, фактически заставили меня госпитализировать, потому что без этого, то есть они говорят, вы понимаете, ну, вот врачи из частной клиники, говорят, понимаете, вот вы сейчас можете еще, допустим, походить, ну, понятное дело, что мы сейчас вам вызовем скорую, но мы это можем сделать только с вашего согласия. Потому что если вы как бы не хотите, то как бы мы ничего с этим делать не можем. Мы вас должны предупредить, что недельки-две это вы еще можете походить вообще просто по улице и так далее, но вам просто станет плохо, и вы можете просто умереть. Вот. То есть мы вас об этом предупредили, дальше решайте сами. Вот. И это на самом деле, да, достаточно такая крутая история. То есть я рад, что попал вот в частную клинику, но опять же проблема, да, что, допустим, ну, частная клиника это достаточно, ну, относительно дорогая история. То есть это... Я еще можно добавить по поводу частной клиники? То есть когда у Бориса Сергеевич поднялась температура и никого нельзя вызвать, и я нашла клинику в Москве, которая предоставляет возможность консультации онлайн. Но эта консультация не является консультацией. Это типа называется как второе мнение или что-то такое. То есть с вами поговорит терапевт, он посмотрит ваши анализы, потому что у нас в законе не прописано, может ли врач как бы консультировать онлайн, типа телемедицина или там что-то такое. И как бы спасибо ей, врач нас выслушал, сказал, ну, там у нас, а может нет, а может да, может это все слова. Вот, но по факту ситуация такая, что если, как бы что делать, Зина, то есть ты не можешь ничего сделать фактически, у тебя нет никакой возможности, ты предоставлен сам себе. И либо ты идешь, вот как мы второй раз уже пошли в платную клинику, где народ висит у тебя на спине, просто вот реально лежит, причем там довольно много места, люди просто лежат у тебя на спине, и даже мой респиратор, там, не знаю, и мои перчатки, я уже, знаете, я одеваюсь, просто я одеваю, у меня такой есть худи с капюшоном, респиратор и очки, и перчатки, то есть я выгляжу очень неприятно, ну, со мной неприятно рядом находиться, я это знаю, но даже вот в этом случае они все равно как-то к тебе пытаются вот поближе подойти, я еще начинаю очень вредным голосом разговаривать, да, там и так далее, и так далее, но вот этот вот момент такой, что, понимаете, частная клиника, во-первых, мы находимся в городе Москва и Московская область, есть возможность пойти в частную лабораторию, есть возможность пойти в частную клинику, а теперь мы представляем, что вы находитесь в городе, где проживает 200 тысяч человек, или 100 тысяч, или 50, и у вас рядом нет крупного города, у вас там нет платной клиники, или у вас есть лаборатория, которая переполнена, потому что в ЦМД, например, мы не могли сдать ПЦР-анализ, потому что она говорит, мы не берем ПЦР-анализы, мы переполнены, к нам все идут их сдавать, и этот момент, то есть вы, и помимо, простите меня, помимо COVID-19 куча заболеваний, я вчера была просто, знаете, я не хожу там людям, мне говорят, знаете, не ходите по ресторанам, да, потому что, ну, как бы вы можете заразиться, но, в принципе, понимаете, как бы ресторан, ну, заболеете вы там, да, максимум, ну, там, в принципе рестораны бывают большими и так далее, был концерт Басты в городе Петербурге, там было 13 тысяч человек, может быть, даже больше, и просто я бывала на таких стадионных концертах, я могу сказать, что там никто, никакие маски, я вот даю просто вот вообще, там, ну, не зуб, но даю прям вот тысячи рублей готово поставить, что в масках там, дай бог, было 25%, и причем в Петербурге, насколько я понимаю, в Петербурге проживает там, что-то около 5 миллионов человек, и там количество в процентном отношении, если сравнивать с Москвой, ну, как бы выше на душу населения уровень ковида, там все стало расти очень сильно, да, и это как бы так, это так интересно, что, как бы сколько людей притащили с собой этот ковид, сколько людей будут заражать этим ковидом своих знакомых, просто я тут недавно нашла очень интересную статью на Фейсбуке, это такой Алекс Федоров, может быть, вы знаете его, это врач, он Бурденко, заведующий отделением сосудистой хирургии, и он рассказывает, почему вообще новый, он сам переболел короной, почему любой, почему вот этот ковид не является новым вирусом, обычным гриппом, почему он не обычный грипп, потому что это вирус-мутант, то есть, например, это гонконгский грипп 60-х годов, и вот испанка, птичий, свиной грипп, атипичная пневмония, потому что особенность нашей иммунной системы, когда мы видим грипп, наша иммунная система знает, этот грипп у нас уже когда-то был, а когда у него что-то совершенно новое, у нас организм вызывает бурную реакцию, незнакомый вид, и получается уже вот тот самый цитокиновый шторм, и на самом деле, вот вообще, такой цитокиновый шторм может вызвать любой возбудитель, с которым население не встречалось, он даже приводит пример с Агафьей Лыковой, у которой вся семья умерла, когда они встретились с людьми, они их чем-то заразили, какие-нибудь ОРВИ, которые для нас совершенно привычные, которым мы с года в год болеем, а они там все умерли, когда у нее взяли анализы на кровь, указалось, что у нее нет вообще никаких антител, никаким болезням, включая там детские болезни, типа ветрянки, или кори, или краснухи, ну кори-то не такая прям, знаете, легкая болезнь, все-таки там, допустим, краснухи, то есть она не болела этим, и в принципе любая болезнь элементарная ее может убить, и то же самое вот этим ковидом, который у нас происходит сейчас, и вот эта вот история, что наша медицина, к сожалению, не то, что наша медицина, медицина тут ни в чем не виновата, давайте так, наше государство показало, что даже в Москве, даже в Москве можно похерить медицину я боюсь говорить про регионы. Да, Елена Берсона, мне тут это, значит, умники одни, значит, зовут, значит, с августа, причем они очень классные, они не умеют вообще, то есть я не знаю этих молодых людей, но вот они меня пригласили там, значит, в одном месте, мне будут сейчас тоже в приличном историческом месте Москвы прочитать лекции, пригласили, и, значит, как они это сделали, то есть они написали в августе, я говорю, вот вам мой номер, вот, пожалуйста, позвоните мне, они мне позвонили где-то в октябре месяце, ну, то есть с августа по октябрь, я такой, кто вообще, что вы, да, вот, и сейчас они такие, значит, я говорю, ну, вот какие-то вообще коронавирусные меры-то вообще будут, они говорят, и причем люди, видимо, у них плохо с математикой, видимо, очень плохо, потому что они сразу же начинают, это на самом деле очень забавно, я им говорю, ребята, вас вот не смущает, сейчас коронавирус, сейчас запрет, они такие, 15 января Собянин сказал, что все откроет, я как бы их не стало, расстраивать, вот, я говорю, как бы, я как бы говорю, ладно, ладно, я говорю, вот поставьте меня где-нибудь там под конец марта, они говорят, нет, у нас, знаете, в начале марта уже все закончится, мы уже сейчас составляем расписание, 15 января Собянин сказал, что все закончится, вот, вот такая вот, в общем, есть такая проблема, что я боюсь, что у нас с 15 января ждет вторая волна коронавируса за счет тех людей, которые на праздники хорошо где-нибудь погуляют и пооблизывают, то есть, в принципе, сейчас есть некая есть надежда, что когда народ уйдет на новогодние праздники, вот на эти там 10 или там 12 дней, мы сможем сгладить пик, потому что люди будут больше сидеть дома, а у меня огромное количество людей как бы в инстаграме, ну, не мои знакомые, есть знакомые, они куда-то там путешествуют, у них есть своя машина, они там останавливаются в каком-то там дорогом отеле, или там снимают квартиру, ну, то есть, как-то, вы знаете, все-таки они какие-то меры предосторожности соблюдают, а здесь просто там такой прикол, что мы там с ребятами на поезде, на плацкарте поедем в Сочи, а в Сочи поедем кататься на лыжах, а еще мы там забронировали сауну, и ты такой сидишь, да, 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 и вот здесь примерно та же самая история, то есть, мне мальчик говорит, он говорит, а вы мне что, не верите? Ну, посмотрите, на официальном сайте Собянина написано, что до 15 января мы уже составляем расписание, и такой, ребят, ну, как бы я не стал говорить об их умственных способностях, к счету. Прогрей, это же там элементарная математическая прогрессия, прогрессия, не надо быть очень умным, и плюс надо понимать, что как бы... Собянин же сказал, я не понял, а в чем проблема-то? Собянин же сказал. Ну, Собянин, Нургалиев разрешил, это вторая любимая фраза, после Нургалиев разрешил. Собянин же сказал, да. Вот, примерно, да, поэтому... Что не так-то, почему? Ну, там же написано до 15-го. Ну, как бы, да, но здесь-то у нас всегда могут продлить, то есть мне все-таки кажется, что в условиях надо все-таки быть таким достаточно... Вообще ничего невозможно планировать. Подождите, можно я такой тупой скажу пример? У меня огромное количество сейчас знакомых читают лекции онлайн, и там, например, был курс по армянскому, исследованиям армянского кладоста, вот, нас Амалия вела, и там на Фейсбуке, там была трансляция в Зуме, люди говорят, мы хотим, ну, там в Зум уже не вмещают, у них, по-моему, до 100 человек обычно, они как-то так оплачивают, они говорят, ну, давайте мы еще там в Фейсбуке, она ездила в Армению, антрополог, изучала вот эти все вещи, можете найти на открытом, по-моему, университете называется, вот это, где Эмма Россом возглавляет, и вот это просто там народ просто валом валил, там в онлайне, там комментарии и так далее, масса всяких активностей, там от каких-то, ну, то есть вообще практически вся научная жизнь, она перешла в онлайн режим, никто как бы поэтому, ну, по-моему, дело, что это тяжело, но никто по этому поводу особо не выступает, так сказать, с истериками, что, знаете, опять же, я почему-то, я не знаю, вот мне кажется, что это новый этап для каких-то возможностей, то есть вот в этом случае, да, как бы, окей, вы можете сделать крутой онлайн проект, у вас есть время на его подготовку, они такие, ну, вот 15 января, там одна четверть зала уже сможет заполниться, и они, причем, какая-то государственная, очень странная такая структура, я не совсем понял, потому что, я говорю, а мне вообще деньги за это заплатят, они такие, нет, ну, мы деньги-то вообще обычно не платим, тем, то есть вот пришлось прям вот это вот, я говорю, так, у меня вот столько-то, столько-то стоит, и как бы вот по-другому я как бы никак не буду, ну, вот еще бесплатно, в принципе, мог бы онлайн, потому что я не буду тратиться на дорогу, вот, но хотя бы не уйти в минус, вот, то есть и здесь, ну, причем у меня как бы там ценник, ну, в пределах очень-очень разумного, меньше, чем поход к психологу стоит, вот, поэтому как бы, и здесь мне кажется, что можно было бы, ну, просто, потому что, как мне кажется, они сейчас столкнутся с той проблемой, что действительно, ой, а у нас сейчас, и, кстати, с этим многие очень, якобы, вот менеджеры в нашей стране, которые столкнулись, потому что я знаю, что есть, допустим, большие, хорошие, крупные компании, IT-компании, которые так сказали, и которые, так, вы до сентября сидите дома, дальше мы уже будем смотреть. Да, более того, у меня коллега работает в Госдуме, им в марте 30% там перевели на онлайн, и сказали, раньше весны, они еще сказали им весной, раньше следующей весны никто не придет, так сказать, обратно в Думу, поэтому нам нужно там, все ходят в масках, все, в общем, там как бы соблюдают все, что надо, потому что им сразу сказали, как говорится, ну, как бы нарушителей мы будем просто увольнять. Все IT-компании так работают, все спокойно начали так работать, потому что ситуация такая, что как бы, ну, компания не хочет нести потом проблемы, ну, как бы там есть, где-то она выплаты должна будет делать, естественно, в Госдуме там есть соцпакет, опять же, там лечение и так далее, ну, и там люди, которые занимаются хоть какой-то аннотацией рисков. Ну, меня, кстати, да, нет, меня удивляет другое, у нас закрыли музеи, ну, вот понимаете, вот понимаете, в Пушкинский музей с его огромными потолками, никогда народ там не ломился, ну, видите, вы там, не знаю, 100 человек в час запускайте, сделайте так, да, чтобы как-то разводить людей, и это нормально, все это можно сделать, да, меня удивляет, почему закрыли музеи, но почему у нас проводятся концерты басты, почему у нас бульвар депо выступал, почему у нас в Москве какие-то постоянно проводятся вечерины клевые какие-то, вот это надо все закрыть. В Москве там можно было там приехать, там надо было просто записаться на какой-то час, и все, там можно было. Летом-то можно было в музее? Летом, да, летом я пришла, записалась, народу там почти не было, все ходили в масках, везде были наклейки с Пушкиным, типа носите маски, все там культурно в них ходили, в отдельности. Да, там, пожалуй, то же самое я была в новом здании Третьяковки, там были вообще выставки, там те, кстати, предметы, которые можно было трогать, потому что выставка была до этого иммерсивной, они их огородили, навесили, значит, не трогать, ну, типа, чтобы там, если кто-то чем-то заразным ничего не передал, все, все были довольны, и как бы, вот это меня, а кабаки какие-то, где там сидит, вот там, ну, просто там три колейки сидят, и маленькие, крошечные, без какого-то выхлопа, они работают, это как бы норма, это нормально, там, люди маски не носят, и не надо мне, пожалуйста, товарищи рассказывать, что вы в масках задыхаетесь, потому что вы, во-первых, говорите, что, знаете, коронавирус, он, типа, вот, проникнет через маску, ну, так воздух меньше коронавируса, он в маску тогда тем более проникнет, значит, вам дышать не должно мешать, и при этом, как бы вторая вещь, что эти люди, когда они заболевают, они сильнее всех начинают истерить, чтобы их лечили, вот это меня всегда умиляет, то есть эти люди, они начинают спадать дикую, я сейчас просто на фейсбуке наблюдаю, вот, так сказать, падение коронабесов, корона, ну, так сказать, неверующих, да, и они там, то есть все больше всего кричают, почему вас никто не лечит, ну, потому что вас таких много, все мои знакомые, которые, ну, они у меня знакомые, не все такие безумные, как я, которые сидят там в изоляции, ну, потому что мне хватило вот этого гриппа, А4Н1, вот так вот, я последствия от него огребала полгода, вот так вот мне хватило, и, а я как бы такие, ну, как бы, да, у нас есть социальная жизнь, мы носим маски, там, у нас есть антитела, или мы уже привели, или мы там ходим гулять, ходим в большие ТЦ, но мы не ходим в рестораны, или мы ходим в театр, но в театр мы ходим в респиратор, то есть мы как-то все вот, ну, вот ведут себя разумно, но, видимо, но при этом, Елена Борисовна, все-таки в плюс больницы, в которой я лежала, они меня все-таки продержали 5 дней, ну, да, то есть это все-таки, то есть они меня могли бы, в принципе, спихнуть очень-очень быстро, вот, ну, они ждали, не польется у тебя кровушка, да, ну, в принципе, да, то есть, да, это тоже было, и вот, ну, в общем, такие интересные антропологические наблюдения, которые, мне кажется, что можно вообще рассмотреть по поводу пандемии, по поводу изменений, то есть тоже самое медицины, причем люди, как они не понимали, так, а я, кстати, сегодня что-то взял и разделил население России на 26 тысяч в день зараженных, то есть если в день у нас заражается, ну, представь, что оно останется на шоку уже, 527 примерно, 527? Да, 527 дней, вот, то есть это фактически два года, за два года переболеют все, и причем... Ну, либо переболеют, либо при... Ага, нет, товарищи, тут еще ситуация такая, что уже начали болеть люди, которые болели по второму разу, да, по второму разу, и причем болеют обычно тяжелее, чем в первый раз, то есть если в первый раз было плохо, то второй раз совсем плохо, то ли там недостаточно антитела выработались, то ли они ушли, то есть у меня уже несколько знакомых болеют в второй раз, там, 30% поражения людей. появилась новая зараза, которая как грипп быстро мутирует, потому что от гриппа привейся, не привейся, ну, толку никакого мы понимаем, вот, и вот он будет так же быстро, как грипп, меняться, но он гораздо тяжелее гриппа. Грипп страшен всегда был своими осложнениями, а это вот для многих людей он не осложнениями страшен, а самим ходом заболевания. Да, так что это называется, хочется закончить словами Малахова, берегите себя и своих близких. Нет, ну, давайте так, я верю в вакцину, честно хочу сказать, я верю в вакцину, я думаю, что, ну, надо понять какую, что, возможно, я готова прививаться от этого вируса каждые полгода, если мне придется, я уколов не боюсь, если надо, уколюсь, вот, это как бы, у меня нет, ну, как бы, такого страха, да, ну, потому что я говорю, и опять же, как человек, который, во-первых, переболел какой-то неизвестной фигней в ноябре, которая дала мне на глаза вирус какой-то, я цепанула от студентов, приехавших там, откуда ты, из Средней Азии, у меня глаза поехали после него, и потом я поболела АЧ-1 на 1, я не хочу себе приобрести еще какую-нибудь классную историю, и, допустим, получить проблемы с легкими, но только этого мне, как говорится, не хватало в своей чудесной жизни, у меня уже все, все уже есть, то есть, поэтому думайте, товарищи, и думайте о том, что у нас скоро выборы, и ищите тех людей, которые будут все-таки давать какие-то надежды, что медицина, это не просто дядьки в белых халатах, давать обещания, а, по крайней мере, ими надо, этими дядьками в халатах, это скорее тем, кто будет избираться, а не кто будет избираться, по крайней мере, надо пообещать вот это, эти, им нужно платить деньги, и наша медицина показала, ну, как и мировая, но она показала коллапсирующую ситуацию, особенно в регионах, вот в мои молодые годы, мы все жили кинематографом, был такой замечательный фильм «Освобождение», и мы его, в общем, тоже растащили на множество цитат, и вот когда вот вы сказали, что верите вы в вакцину, там мне захотелось сказать слова из этого фильма, там Гитлер говорит, 45-й год, уже апрель, «Я верю моделю», вот так он говорит, вот это «Я верю моделю», я бы в таком случае сказал бы, если это было бы лет 40 тому назад, вот, 45, «Я верю моделю», да, но дело в том, что вот спасибо Дмитрию Геннадьевичу за его впечатляющий рассказ с антропологическими и ошеломляющими физиологическими подробностями, да, так что это очень замечательно, мне понравилось про врачей, которые целуются там с медсестрами, это понятно, я на аватарочку как раз целующихся медицинских работников поставлю, да, вот чем занимаются, как повлиял пандемия на врачей, вот как неожиданно… Нет, ну слушайте, она не вся повлияла, у меня одна из родственников очень сильно болеет короной, она еще не долечилась, а ее уже гонят на работу, огромное количество врачей переносят ковид на ногах, потому что их просто не тестируют, ну ты в ковидном работаешь, продолжай работать. Ну как в общем среднем, Дмитрий Ильич, врачи-то стали злее или нет? Их не стало. Я бы реально согласился бы с Еленой Борисовной, что в частной клинике, то есть там лечат, лечат достаточно хорошо и так далее, вот… Так и осталось. Вот, а вот то, что касается обычной ситуации, в государственных поликлиниках, клиниках, что врачи испарились под воздействием вот этого всего, это как, знаете, мне кажется, как щелчок Таноса, вот этот вот коронавирус, это как щелчок Таноса, где половина населения просто исчезает. И вот здесь, да… которые отправились на борьбу с ковидом, а кто пришел на их место… Это дети из медицинских вузов, которые там работают бесплатно. Тоже еще, тоже… Повышенные плачут за это? Скорее всего, нет, я думаю. Там вроде как начали хоть какие-то деньги выплачивать, вроде, я слышал, но вообще не особо. Вот, то есть, вот, собственно говоря, вот так вот все повернулось, поэтому… Поэтому все повернулось, как повернулось. Понятно. Ну что, добавить ничего не хотите к вашим показаниям? Спасибо. Ну, будьте здоровы, гости дорогие. Да, будьте здоровы. Подписывайтесь на канал «Философское мнение». Это, так сказать, там, Дмитрий Геннадьевич про свое здоровье не рассказывает. Ставьте лайки, репосты, в общем… Ну, а я тут на своем канале обычно жалуюсь на жизнь, у меня вот сегодня чего-то вот нос как-то закладывает, вроде как при ковиде, да, так что, товарищи, шлите мне денег побольше, а вы, Елена Борисовна, тот антибиотик-то купите завтра. Ну, ладно, спасибо большое публике родной, не забудьте денег прислать, потому что я их собираю, на лечение, вот. Говорят, Цветков собирал мне на похороны, вот, не знаю, славно погуляют, наверное, они на моих похоронах. Чего ты, Елена Борисовна, замолкла? Да я думаю, в общем, как вот Цветковой, знаете. Как лучше с Цветковой деньги взять на похороны? Не смешно, Борис Сергеевич, потому что вы понимали, я тогда, когда вы болели, я четверо суток спала, не больше, чем два с половиной часа. Понятно. Ну ладно, товарищи, деньги-то не забывайте присылать, внизу у меня еще раз напоминаю, номер Сбербанкской карточки, PayPal, ой, и даже есть Donation Alerts, и есть кнопка какая-то там, спонсорство, да, Яндекс.Деньги, кошелек, кошелек, в общем, вставлять, стекла, стекла вставлять, ну прощаемся с публикой, до свидания. До свидания, спасибо за внимание. До свидания, Елена Борисовна, публика, о, ждет вашего. До свидания, берегите себя. Да, до свидания.